привет друзья я продолжаю вам показывать церкви на острове white вот эта церковь это двенадцатый век церковь святого лаврентия но она считается новой старую церковь я вам показывала кто хочет посмотреть старую церковь одиннадцатого века пожалуйста справа на букву и нажимаем вверху и попадаем а сейчас идем смотреть новую церковь святого лаврентия здесь у главного входа в эту церковь вот как обычно мемориал мемориальный такой крест в память о войне девятьсот четырнадцатого девятьсот девятнадцатого года вот у них память только о первой мировой войне можно найти потому что там на как вы знаете это самые большие потери понесла британия именно в первой мировой войне а не во второй церковь открыта работа тоже наверное уже знаете чем старше к церковь чем она дальше от центра то почти всегда такие церкви держат открытыми как только к центру ближе вот например тринити черч на она очень часто закрыта а еще одна черч святого томаса в нее партия кто вообще я попасть не могу я хотела показать вам там есть такая историческая история но я не они они сейчас не буду говорить а это вот новая церковь святого лаврентия вот так она выглядит внутри церковь англиканская спрашивают у меня обычно довольно большая опять церковь пустая 3 часа дня у нас сейчас вот вы знаете когда я показывала тут одну из церквей и вот частности у них вот такой вот висит календарь вот видите на стене это церковный календарь как мне объяснили тут каждый раз два три четыре четыре строчки 666 540 97 это вот какие-то они отсчитывают дни или недели от какого-то ближайшего праздника как-то мне вот так объяснили потому что кто-то тут узрел какие-то цифры что они там зашифровывают что такое ужасное не знаю мне объяснили по другому что эти цифры вот в любой церкви вот этот календарь церковный они меняются потому что они отсчитывают от какого-то там дня ой все вы знаете настолько у них повторяющиеся вот этот орел на котором поддерживают библию когда читают проповеди вот здесь вот слева орган опять справа и слева от органа вот эти вот сиденья скамейки для певчих хора у них певчие не так как у нас наверху поют а поют вот здесь рядом с алтарем ну и вот этот вот такой опять классический алтарь английских церквей две свечи по бокам и крест вот здесь такие симпатичные витражи еще у меня оставляет в недоумении все еще вот та история что никогда здесь никого не увидишь молящихся прихожан может быть воскресенье да это я воскресенье пола тоже была во многих церквях нет там людей ну вот когда еще читают проповеди или может быть играет орган то немного люди заходят послушать вот единственное может быть что интересует заинтересует ваше внимание я сейчас вам покажу как расписывается английская королева елизавета вторая лиза это вторая или нет а вот нет это елизавета queen mother мать королевы ой-ой-ой не знаю но вот здесь вот я увидела видите подпись элизаветы и вот лорд бишоп ор портмос 31 мая 75 года подписали этот кута декларацию да вы знаете это королева мать вот она здесь стоит это ей было 75 лет в семьдесят пятом году и это вот ее подпись так сказать по правде ничего особенного это черч себя не представляет церковь это я уж конечно если приехала обойду ее со всех сторон вам покажу конечно останется у нас это тоже в коллекцию вот кстати если вам видно шикарный дом консерваторе там и у него вокруг огромная площадь вот тоже private территория это просто рядом с церковью расположились какой-то тут подвал вход очень крутые ступеньки глубоко вниз и вот такой вот вид самой задней стороны церковь довольно большая но по моему она какая-то уж очень бестолковая не знаю хотя 12 век может быть все они похожи так и строились впереди этой церкви как обычно все-таки кладбище и вот здесь еще по ступенечкам вниз небольшое кладбище вокруг потрясающий вид на горы это вентнер как обычно а вот это интересная дверь странным образом ведет потом ступеньки за ней ответственные опять крутые она ведет к проливу к морю но почему-то закрыта хотела сейчас вас порадовать тут конечно вот можно обойти но здесь нет я имею ввиду обойти чтобы показать даже не ступеньки а просто такой вот очень отвесный спуск к проливу ла-манш но вот калитка закрыта непонятно почему здесь стена не перебраться вообще вы знаете вот этой церковью странная история я ее не могла найти вот только с третьего раза по навигатору я смогла доехать да и то я доехала опять до старой церкви святого лавренция и потом поехала наугад знаю что новая здесь где-то неподалеку как мне объясняли вот я поехала наугад когда уже в принципе я не не надеялась ее найти я ее вот и нашла вот там моя машина стоит впереди здесь дорога такая довольно отвесная тоже крутая машин мало ходит и попасть сюда крайне затруднительно я имею ввиду затруднительно если не знаешь дороги ну и вот я вам показываю с этой стороны видно 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 пролив ла-манш English Channel вот там впереди это вот частная территория домовладение огромное пройти к сожалению нельзя ну вот друзья на этом мой обзорчик новой церкви 12 века святого лавренция я для вас закончу всего вам доброго пишите отзывы ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кому интересно пока пока пока